Здравствуйте! Это новости на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов с последними событиями к этому часу. Коротко о главном. Онкобольные дети в Дагестане получили дефицитное лекарство после вмешательства главы республики. Не для слабонервных. В Кизилюрте обнаружены трупы истерзанных собак, убитых извращенным способом. Подробности через несколько минут. Воровки пойманы. В Махачкале задержали трех женщин, подозреваемых в серии «Краш». За домашним теплом в Центр семейного счастья. В столице функционирует институт, где мужчины и женщины могут найти свою половинку и создать семьи. Новый антирекорд в республике. Штамм коронавируса «Омикрон» продолжает набирать обороты. В Дагестане за сутки выявлено 655 случаев заражения. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Из них 249 человек госпитализировано и 5 умерло. Вместе с тем выздоровел 121 пациент. А число привитых в регионе достигло почти 1 миллиона 50 тысяч человек. Такие данные приводит оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса на территории республики. Напомним, ранее в РИУ министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева заявила, что обстановка в регионе крайне осложнилась. По ее словам, количество вызовов врачей на дом выросло до 200 раз в сутки и продолжает расти. Главе Дагестана поступила информация, что больные дети в республике остаются без жизненно важных препаратов. Сергей Меликов взял ситуацию под контроль. При помощи благотворительных фондов онкобольных детей обеспечили лекарствами. В детскую республиканскую клиническую больницу имени Кураева в отделение онкологии, гематологии и химиотерапии передали 86 флаконов внутривенного иммуноглобулина. Более подробно расскажет Асель Монапова. Он заболел в июне, у него кланда появились, инфозные узлы. Лечились мы в районе неделю, нам поставили, они полностью не узнали диагноз, нам это сделали, электрофорез сделали, 10 дней. Из-за этого вся эта болезнь протекла и по костям, и по крови. После многочисленных обследований и сдачи анализов стало известно, что у ее 10-летнего сына рак крови. Этот злосчастный диагноз полностью изменил их жизнь. С сентября прошлого года мальчик на непрерывном лечении. Были и критические моменты состояния здоровья Магомеда, но ситуацию удалось стабилизировать. Когда, казалось бы, все самое страшное позади, появилась другая проблема. Жизненно важный препарат для лечения мальчика исчез на рынке лекарств. Мы занимаемся лечением онкологических детей и детей с заболеванием крови. Весь этот контингент – это иммунокомпрометированные дети, у которых ослаблен иммунитет. И когда мы проводим химиотерапию, то нам нужен хороший арсенал лекарственных препаратов, которые бы поддерживали иммунный статус, которые позволили нам провести химиотерапию на достаточно высоком уровне, без перерывов, без снижения доз. И тот препарат, о котором идет сегодня речь, – это внутривенный иммуноглобулин, который крайне необходим для наших детей. Он, к сожалению, исчез с рынка. Министерство здравоохранения готов сегодня закупить в любых партиях, но его нет на рынке. Как отметили в Минздраве Республики, и на российский аукцион не выходит ни одна фармакологическая компания для продажи этого препарата. Поэтому медики были вынуждены обратиться в благотворительный фонд, который имеет юридическое право покупать иммуноглобулин за границей. В главе Республики Сергею Анимовичу Мелику поступила информация, что больные дети остаются на сегодняшний день без жизненно важных лекарственных препаратов. Сергей Анимович это взял под личный контроль, и по поручению главы Республики мы с депутатом Народного Собрания Глазовым Кирилем Николаевичем начали искать выход из данной ситуации. Мы связались с фондом «Живи» и «Дари жизнь другим». Этот фонд на протяжении многих лет занимается именно этими детьми и помогает этим детям. И к этому вопросу также по просьбе главы Республики подключилась организация SkyMedica. Общими усилиями удалось получить 86 флаконов внутривенного иммуноглобулина. Теперь ситуация будет находиться под контролем и при необходимости нужные препараты будут закупаться и дальше, отметил Магомед Алисаламов. Ну а пока Магомед, как и другие онкобольные дети в Республике, может и дальше продолжать свое лечение. Вот уже у нас третий блок сейчас идет к протоколу и состояние стабильное, нормальное. Каждый день у нас проверка, уходы, анализы. Смотрят прям идеально, очень хорошо. Мы очень довольны нашими врачами. Прям все хорошо у нас пока. Потихоньку, потихоньку, эмоглобулина вот насчет этого. Эмоглобулина мы просили, чтобы нам помогли. Вот один раз покапали его, смотря на анализы, они капают нам. Отметим, что проблема нехватки жизненно важного лекарства сложилась не только в нашей Республике. Дефицит иммуноглобулиновых препаратов специалисты связывают с пандемией и сокращением объемов донорской плазмы, из которой получает этот иммуноглобулин. Асильма Напамурат Микбарсов, новости ННТ, Махачкала. В Каспийске на территории центральной городской больницы построят дополнительный корпус станции скорой помощи, поликлинику, а также административный корпус на 140 койкомест. Об этом рассказал представитель Минимущества в ходе осмотра земельного участка. В целях проектирования данных работ распоряжением министра по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан Заура Эминовича Эминова образован земельный участок и предоставлен безвозмездное пользование государственному казенному учреждению, дирекции по многородам Республики Дагестан, земельный участок площадью 2,4 гектара. Мы очень рады, действительно, что на здравоохранение города Каспийска обратили внимание. Это будет большое подспорье. Я думаю, если появятся здесь новые корпуса, я думаю, что и лечебная деятельность, и оказание медицинской помощи выйдет на другой уровень. Центральные улицы Махачкалы дезинфицируют. Моря столицы Дагестана приняла решение возобновить обработку. На фоне нестабильной эпидемиологической обстановки по коронавирусу и ОРВИ. Также усилен контроль за соблюдением гражданами социальной дистанции. Ввиду ухудшения эпидситуации, мэром города Махачкалы Салману Дадаевым было принято решение о возобновлении дезобработки контактных поверхностей улиц города. Параллельно усилены все антиковидные мероприятия, мониторинг соблюдения режима QR-кодов, а также масочного режима в общественном транспорте. В Махачкале акция по доставке горячего питания медикам из красной зоны продолжается. На этот раз комплексные обеды, фрукты и соки доставили врачам первой городской клинической больницы. Напомним, что акция запущена по инициативе главы республики Сергея Меликова и ею на сегодняшний день уже охвачены несколько больниц столицы республики. Продуктовые наборы будут доставлять медикам до 21 февраля. У нас, как все мы знаем, волонтеры с самого начала коронавирусной инфекции, с апреля 2020 года, они работают и до сих пор, и в красных, и зеленых зонах. Здесь, конечно, тоже они помогают, и бизнесмены, и меценаты, которым мы всем очень благодарны, потому что даже некоторые, видя, что акция проходит, сами присоединяются, звонят и готовы оказать поддержку в этот период врачам, быть полезными, чтобы врачи могли активно подойти к своей работе и чувствовать поддержку от населения, что они не одни, что все мы вместе в борьбе с этим вирусом. Задавил и уехал. Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя, скрывавшегося с ДТП. Накануне на улице Джабраилова водитель, управляя автомобилем «Мерседес», наехал на 60-летнюю Махачкалинку. От резкого удара она скончалась на месте. Известно, что при этом женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Водителя нашли по горячим следам, им оказался житель поселка Кяхулай. Возбуждено уголовное дело. Кизилюрте завелся живодер. Накануне на территории садового общества строители были обнаружены трупы шести истерзанных собак. По результатам исследования был установлен факт причинения насильственной смерти. У животных выявлено множество тяжелых ран. Шея обмотаны веревкой, глаза выколоты. А у некоторых отсутствуют органы тела. По неподтвержденным данным, их убили после нападения на местное хозяйство. Собранный материал по данному факту направлен в территориальный отдел полиции для проведения процессуальной проверки. Говорится в сообщении пресс-службы мэрии Кизилюрте. Полицейские Махачкалы задержали троих женщин, которые занимались серийными кражами в общественном транспорте и в магазинах города. Под разными предлогами им удавалось усыпить бдительность потерпевших и украсть ценные вещи из карманов. Их действия попали на камеры видеонаблюдения. В ходе расследования сотрудниками уголовного розыска были установлены личности карманниц. Ими оказались жительницы Махачкалы. На данный момент удалось выяснить о трех фактах преступления. Это кража двух смартфонов общей стоимостью 185 тысяч рублей и наличных денег в размере 8 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В отдел полиции вы за что доставлены? За кражу. Знаю, что сорвало в маршрутке, то ли в метанике, ничего такое было. Ну, это произошло чисто случайно. Девушка зашла в маршрутку. Я увидела, у нее телефон в кармане забрала. Находясь в маршрутке, я отвлекала. Тетя воровала. Отвлекала тем, что якобы выхожу из маршрутки. Расскажите, за что вы задержаны? По краже телефон. Один в аптеке украла. А второй маршрутки. В регионе продолжается борьба с незаконными майнинг-фермами. На этот раз криптодобытчиков выявили в Ленинском районе. Для осуществления своей деятельности злоумышленники миновали приборы учета и подключились к электросчету многоквартирного дома. Эта деятельность приводила к ухудшению качества и к перебоям электричества у жильцов. Администрация Ленинского района в рамках деятельности комиссии по профилактике правонарушений совместно с сотрудниками. Горы электросетей выехали на место для разбирательства. По всем выявленным фактам собраны материалы для принятия процессуальных решений. Сумма ущерба будет установлена после оценки специалистов. Горы электросетей не дают доступа к нам. Здесь согласны законам. Они, если даже ей сделали, кто-то сделал документы, ее должно быть подключение не от общего нормального шейтка, они не... Или со садой, или со садой, или со садой. Смотри, ходи в грузку, у нас все нормально. Общая нагрузка. Вот, 87, вторая фаза, 84, третья фаза, 84. Это общая нагрузка. А теперь чисто маленький. 52, 49, 45, 64. 64, вот. Получается, две трети от нагрузки дома она забирает. Да. Два центральных сквера Махачкалы, Мифа, Зуалиева и Революционеров готовятся к открытию. Проинспектировали ход выполненных работ начальник УЖКХ города в сопровождении руководителя подрядной организации. Строительно-монтажные работы почти завершены. Производится установка объектов уличного освещения. Высажена порядка 300 зеленых насаждений. Уже функционируются детские игровые площадки с безопасным покрытием. В скверах мы провели зонирование, есть зона отдыха для родителей и малышей. Есть воркаут площадки, есть летний мини-амфитеатр. Более 100 малых архитектурных форумов мы планируем установить в ближайшие дни. После учетки они будут открыты для посещения гаража. Реконструкция на завершающей стадии. В принципе, уже где-то несколько дней мы полностью завершим проект. Занимаются уборкой сейчас наши рабочие. И в принципе, несколько дней, я думаю, мы закончим полностью реконструкцию. Основные работы все завершены. Укладка плитки, резиновое покрытие, мафов, озеленение. Новое освещение будет полностью по кругу. Хорошее качество. Также малые архитектурные формы, если посмотрите по всему кругу у нас для детей и для горожан. Новая плитка по всему периметру. Резиновое покрытие для того, чтобы там дети бегали по нему. В принципе, все новое здесь. В Махачкале функционирует Институт семейного счастья «Уют», где мужчины и женщины могут найти свою половинку и создать семьи. Помимо этого, в центре работают психологи, которые помогают разрешить семейные конфликты. Подробности узнавал Хамзанур Магомедов. Институт семейного счастья открылся относительно недавно, а именно в ноябре прошлого года. Однако за это время уже успел принять десятки людей. Пока большинство запросов на создание семи послам руководства центра оставляют мужчины. Заполняются анкеты. И анкеты у нас, вся информация строго конфиденциальна. То есть у нас анкеты видим только мы сами. Мы сами подбираем подходящие анкеты. И уже это первый этап. Второй этап, мы, когда уже подобрали, созваниваемся с теми, кого мы подобрали. Если они довольны описанием анкет, происходит встреча у нас в центре при психологе и при мне. То есть наедине встреч не бывает у нас. Если все устраивает, все нравится, можно заключить брак. Анкету также можно заполнить онлайн. Ссылка на сайт, закрепленном в инстаграме официальной странице семейного центра. Помимо этого работает контактный телефон, через который можно задать по теме интересующие вопросы. Семейные пары создаются по нормам ислама. У нас с женщинами работают наши сотрудницы женщины. Мужчин принимают наши сотрудники мужчины. Вся информация строго, конфиденциальна, как я уже говорила. То есть не стоит бояться информацию, фотографии, номер. Все вот это у нас в компьютере, никто этого не видит. К нам обращаются люди не только с Дагестана, даже не только с России. Но самый главный момент, что когда мы их позовем на встречу, они должны будут прийти. То есть мы не работаем дистанционно в общем. То есть первый этап заполнения, он может быть дистанционным. А в дальнейшем нет, надо будет приехать сюда. Помимо возможности создать семью, здесь оказывают психологическую помощь два специалиста – мужчина и женщина. Они помогают людям, у которых возникли сложности в браке, разрешать их конфликты. Мы в первую очередь пытаемся выяснить, в чем проблема. То есть сначала беседа, в беседе мы выявляем проблему. Затем психолог пытается показать этому человеку, кто обратился, либо пара, либо человек, проблему саму, чтобы он сам увидел ее. Увидел проблематичность проблемы своих действий, сам что увидел, что он что-то не так делает или правильно делать, а потом подтолкнуть его, чтобы он увидел решение ситуации. То есть мы ему не даем даже практически советов. Мы пытаемся его подтолкнуть. Но если это идет решение шарядских каких-то моментов, мы ему четко говорим. Здесь так-то правые нормы шаряд, где муж так должен делать или жена так-то должна делать. Институт семейного счастья «Уют» расположен на территории Джума мечети Махачкалы, а точнее в здании администрации мечети по адресу до Хадаева 136. Именно сюда можно обратиться за помощью психолога или по вопросам создания семьи. И о спорте. Дагестанские борцы классики определились с составом на чемпионат России. В город Суздаль в Владимирской области отправились 11 спортсменов. Возглавит команду капитан-обладатель индивидуального Кубка мира 2020 Милат Алирзаев. К соревнованиям сборная республики готовилась на базе в пригороде Махачкалы. Четверо прошедших отбор борцов по состоянию здоровья остались дома. Главный внутрироссийский турнир Суздали пройдет с 4 по 7 февраля. По его результатам будет сформирован состав для участия в мартовском чемпионате Европы. Такого внимания к дагестанскому футболу не было со времен Самуэля Этуо в «Звездном Анже». Тренером, героем вирусного ролика из Кизляра заинтересовались федеральные СМИ. В эфире программы «Есть тема» на матч ТВ Шамиль Магомедов рассказал о том, как протекает повседневная жизнь команды. Руководитель любительского клуба «Кизляр», получивший известность благодаря эмоциональному интервью, говорил о своей любви к футболу и о трудностях, с которыми сталкиваются игроки. Я эту команду сам спонсирую, сам отдаю износ, сам вожу, сам кормлю, сам все делаю этой команде. Я все оплачиваю, все делаю для команды, и я думаю, что они должны меня слушаться, делать все, как бы я все делаю для команды. Да, у меня каждую поездку там уходит 10 тысяч, бывает 20 тысяч, бывает 15 тысяч. В Кизляре у нас есть богатые люди, например. Я подхожу к ним, говорю, вы можете чем-то помочь команде там? Хотя бы 5 тысяч в год. А у них здание поставят, трехэтажные здания у всех стоят. Они говорят, ты извини, хотя четвертый этаж строя не получается. И никто не хочет тратиться жизни, ни на что. Я говорю, ну это я делаю все, знаете, чтобы развивался футбол Киздари. Вот она настоящая любовь к футболу. После такого резонанса слово остается за спонсорами. И на этом все. Оставайтесь с ННТ. Смотрите наши новости на сайте nnttv.ru. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok